Всем привет! Сегодня посмотрим на предмет с видом деятельности, так скажем, и описанием небольшим. Во-первых, у нас имеются две картинки, которые у нас будут показывать на предмет. Так, вот у нас где-то здесь персонаж будет стоять. Давайте кинем, во-первых, что? Создадим blueprint для предмета. Давайте напишем AC. Напишем box какой-нибудь, да? Войдем в него. Поставим куб в виде коробочки. Там это пока особо-то и не нужно. И давайте придадим ему цвета. Такой-нибудь, допустим, красный. Далее, мы можем сделать как? Мы можем обрабатывать каждый тик, для того, чтобы, допустим, понимать, где стоит персонаж. Можно будет сделать так. Во-первых, пишем GetClearCharacter Далее мы из него вытаскиваем GetActorLocation Далее мы высчитываем позицию, допустим, нашего предмета. Просто копируем GetActorLocation Минус-минус вектор И у нас получается Расстояние примерно от нашего персонажа До данного предмета Давайте переведем Вот эти позиции Это все в точках векторов Нам надо перенести Какие это в длину Вектор Так, вектор Event Это у нас получается длина В типе float Дальше мы можем сравнить Допустим Меньше равно float Соответственно, пишем какую-то длину Допустим, 500 И ставим на branch Подсоединяем EventTick Соответственно, если Меньше равно 500 То мы, получается Выполняем действие Давайте добавим этому предмету Небольшое описание Ну, во-первых, это у нас будет картинка Которая обрабатываться будет Сделаем это в виде плейна Этому плейну мы создадим Материал С нашей текстурой, допустим И также мы можем создать TextRender Здесь мы уже будем подавать Текст необходимый Давайте высоту Букв сделаем Так, во-первых Сначала переставим ее на куб Чтобы мы не зависели от плейна Потому что у нас Scale, допустим Мог измениться Давайте сотрем Размер Давайте 45 Я думаю, достаточно будет Выставим это по центру И можно по центру То есть Данный центр Это по горизонтали А этот по вертикали Ну, теперь Давайте создадим Для данной Текстуру У нас есть картинка Допустим, да Это лупа Создадим из нее материал Также и назовем Материал Магнифер Мы выбираем Так как она у нас И является С прозрачностью Мы Опасити Подаем Значение И Ставим Опакю В виде Translution И все По сути мы Применяем Сохраняем В данном случае Выделяем Наш материал Заходим В коробочку Нажимаем И у нас Появляется Та лупа Которая Нам Необходим Также Мы Создадим А, у нас У нас нету Begin Play Это для того Чтобы мы могли Редактировать Наши значения В данном случае Plane У нас Лупа Мы подаем Ей материал Set Material Подключаем Из материала Мы вытаскиваем И пишем Promote Variable Точнее Не пишем А выбираем Открываем Материал Чтобы мы Его могли Редактировать Далее Вытаскиваем Наш Text Render Здесь мы Пишем Set Text Set Text А не Set Text Render Вот он Set Text Подключаем И также Вытаскиваем Promote Variable Из него И подаем Видимость Чтобы мы могли Редактировать Так Сохраним Давайте Вот смотрите Выкинем Наш предмет Как видите У нас Default Появилось Material И Валью Давайте Напишем По-русски Кстати Мы Если Напишем У нас Будет Корякули Если Кто-то Знает Как Получается Подать Тексту Материал Русскоязычный Если Вы Где-то Видели Его Пожалуйста Напишите В комментариях Большинству Людям Очень Необходимо Это В данном Случа Будет Только Английский Язык Работать Вот смотрите У нас Текст Как бы Относительно Написан Да Если Мы Сюда Пропишем Какой-то Текст Уже Наш При Запуске Мы Увидим Его Так Текст Маленький Давайте Его Увеличим Еще 55 Предположительно Будет Нормальный Можно Даже Побольше Но Это Для Вашей Игры Все Как Необходимо Теперь Материал Мы В данном Случа Для Плейна Выбрали Ну И Также Мы Можем Создать Какой-то Другой Материал С С Каким-то Другой Текстурой Это Допустим Рука Какое-то Действие Подбирать И так Далее То есть У нас Предмет Выбран Мы Выбираем Нашу Текстуру Допустим Это У нас Hand Hand Мат И Соответственно Смотрите И у нас Там Нарисована Рука Давайте Немножко Коробочку Увеличим Сделаем Ее Побольше И У нас Увеличится Все Но Видите Текст у нас Не поворачивается Теперь Нам нужно Сделать так Чтобы текст Поворачивался Здесь Вот как раз Таки То что мы Прописывали Мы Это Просчитываем Сколько До Данных До данного Предмета Расстояния Выключаем Во-первых Видимость Нашего Плейна Где у нас Текстура И Также Выключаем Видимость Надписи Далее Мы Прописываем Плейный Текст Рендер Set Visibility Ставим Галочку Подключаем Это На True Это мы Копируем И На false Мы ставим Не показывать Теперь Запустим Проверим 500 метров Так скажем Нету Расстояния Вот сейчас Она появляется И у нас Мы видим Описание Какое-то Да Далее Чтобы это Все Поворачивалось Мы можем Сделать Как Мы Можем Так Сделать Get Player Чаректор Из него Мы Вытаскиваем Get Actor Location Далее Мы Получается Берем То же самое Копируем Мы Определяем Поворот Pint Look At Rotation От нашего Предмета До персонажа И Соответственно Мы Допустим Text Render И Plane Делаем Set Set Relative Rotation Подсоединяем Его На true И Подсоединяем Сюда Смотрите Видите Да Она к нам Поворачивается Но Не совсем Правильно Если бы Мы Играли бы От первого лица Это было бы Все Четко Да Нормально Как мы подходим От первого лица Видим Да И все к нам Поворачивается Но Из-за того Что у нас Третье лицо Это Работает Неправильно Вот Вот это Один Вариант От первого лица Она будет Идеально Работать Но Смотрите Проблема в том Что Это все Работает На Event Тике И Почти Постоянно То есть Если мы Предмет Установили И Вот так Вот Где-то Здесь Ходим Она Всегда Просчитывает То есть Это Очень Много Затрачивает Ресурсов Компьютера Для того Чтобы этого Не было Давайте Сделаем По-другому Так Текстуру Мы можем Закрывать Это мы Все так же Оставляем Это у нас Где мы Подаем Значение Давайте Это Отсоединим Теперь От Тика Можем Сделать Как Так Смотрите Наш Куб Мы Можем Подать Определенную Коллизию Допустим Сфер Коллизию Выберем Расстояние Где-то Допустим 500 Здесь Мы По сфере Подаем Add Event И Компонент Begin Overlap И Компонент End Overlap То есть Мы Выполняем Пересечение Персонажа Как Обычно Мы Проверяем Что Это Персонаж Пересекает Нашу Коллизию Если Это Персонаж Обязательно Проверяйте Потому что Если Какой-то Другой Персонаж Может Пересечь И Это Вам Покажется Там Если Вы Находитесь Течение Скажу На Расстоянии 500 метров Это Вам Тоже Покажется Хотя Это Вам Нет Необходимости Тут Тоже Мы Проверяем Что Это Персонаж Вышел Из Коллизии Потому что Может быть Хомяк Какой-нибудь Пробежать И Выйти Из Коллизии Так И Текст Выключился Далее Мы Подаем Допустим Можем Сделать Так Наш Плейн Копируем Вот Эти Действия Сет Визибилити Подаем На Тру И Сюда На Тру Плейн Подсоединяем Здесь Галочка Здесь Нет То есть Если мы Будем Пересекать Коллизию Нам Покажется Так И Можем Сделать Еще Как Создать Еще Одну Сферу Коллизию Смотрите Это У нас Вторая Сфера Коллизия Давайте Сделаем На Расстояние Где-то Вот 250 Здесь Нам Будет Показываться Текст Также Подаем Begin Overlap И Begin End Overlap Все То же Самое Копируем Подаем Все Значения Только За место Plane Мы Ставим Текст Ну и Давайте Сделаем Обработку Event Tick Для того Чтобы Вот Это Все Он Не Воспроизводил Постоянно Мы Сделаем Как Во-первых Берем Допустим Сначала Play Потому что У нас Сфера Больше У Plane Это Наша Текстура Мы Проверим Is Visible Если Он Видимый Мы Будем Дальше Выполнять Действие То есть Если Он Невидимый Он Будет Постоянно На False Падать И Все Наш Tick По сути Заканчивается То есть Он Пронимает Всего Лишь Три Ноды А Не Вот Эту Вот Всю Часть Так Если Три Ноды Мы Далее Так Как У нас От Третьего Лица Давайте Я Покажу Как Сделать От Третьего Лица Во-первых Get Player Character Делаем Каст На Нашего Персонажа То есть То что Вот Здесь Мы Делали По сути Она Работает Для Первого Лица Как Говорится Я Еще Раз Повторю А Теперь Для Того Чтобы От Третьего Лица Нам Необходимо Поймать Камеру Follow Camera На Нашем Третьем Лице Пишем Get Get Follow Camera И Соответственно Мы Ищем Где Она Находится В Мире Get World Location И Далее Мы Скопируем Get Actor Location Это Наш Предмет Мы Сравниваем Поворот Fint At Rotation Поворот Наши Предмета С Поворотом Нашей Камеры На Персонажа Ну И Соответственно Мы Все Также Подаем Давайте А У нас Здесь Еще Не Подсоединилась Да То же Самое Мы Подаем Только Сюда Текст Мы Можем Пока Отсюда Исключить Потому Что Мы Его Не Видим Допустим Мы Потому Что Не Подошли Близко Подаем И Проверим Давайте Так Да Ну Мы Подошли Вот На 500 Расстояние Сейчас Подойдем К 250 И У нас Сюрприз Тоже Показался Как видите Текстура У нас Вращается Для Камеры Куда Мы Не Повернем Камеру Она У нас Постоянно Вращается Текст Текст Не Вращается Потому Что Мы Еще Не Создали Данное Действие Все То же Самое Копируем Вот Эту Часть Сейчас Мы Проверяем Текст Показывает Если Да Мы Делаем Выполнение Да То есть Допустим Это И Подаем Наш Текст Мы Мы Можем Подать Значение Вытащить Все Отсюда Точнее Мы Вот Уже Готовое Есть В принципе Зачем Нам Все Это Дальше Копировать Здесь Мы Подаем Поворот Еще Раз Проверим Так Смотрите У нас Текст Как-то Повернут Не в ту Сторону Такое Может быть Для этого Надо будет Регулировать Повороты Во-первых Отсоединяем Да Эти Действия Плит Страч Пин Здесь Мы То же Самое Дело И Подаем По Определению Допустим Да Значение В данном Случа Это У нас Будет Смотрим Давайте Включим Плей Visible И Текст Мы Тоже Включим Visible Чтобы У нас Вращало По Z И Максимум По Y По X Нам Не Необходимости Давайте Y Z Подадим Это Это У нас А Кстати Это У нас Point Вращало Только По Z По Сути Можно Даже Подать Здесь Мы Тоже Можем Разделить Подать Подать По Z И Давайте Проверим Но Текст У нас Все равно Перевернут Проверим Ему Ему Тоже Надо Будет Подавать Какое-то Значение Давайте Fold Плюс Fold Подадим Так Возможно Не по Z Надо будет Подавать Плюс Ну Давайте 50 56 Сделаем Не знаю Так Все правильно Но И По Y Возможно Нам Тоже Надо Подать Чисовое Значение Чтобы Play Нормально Повернулся Здесь Как говорится Вам Уже Надо Под Свои Действия Выбирать Вот Рука У нас Повернулась Как Необходимо То есть Если Камеру Я буду Вращать Текст У нас Тоже Поворачивается Вне Зависимости От Персонажа На этом Друзья Все В общем Если Вам Такое Действие Понравилось Пишите Что Бы Вы Еще Хотели На Этом Все Всем Пока